Всем привет! Меня зовут Александра и добро пожаловать на мой канал. Хочу вам показать свой гербарий. Давно уже хотела оформить, но никак у меня не доходили руки. А тут как раз нужно было делать гербарий по ботанике. Я сделала, но на учебу он не пригодился. Я забрала. И дооформила. Вот хочу вам немножечко показать. Гербарий мы собирали всей семьей. Мне все помогали. И мама, и сын, и муж. Муж даже в лес ездил, чтобы достать нужные мне листья, веточки, цветы. Кое-что мы собирали здесь у нас в округе. Кое-что у себя в саду. Такую вот папочку взяла. Самую простую. Купили файликов. Ну и листы формата А4. На них я приклеивала вот эти вот материалы, так скажем, листья. Вот. Это у меня Иван-чай. Здесь вот это вот засушивала мама. Здесь красиво так, с цветочками. Прям вообще обалденно. Это сентябрюшки, цветочки. Это листья желтой розы. Здесь у меня черемуха. Это вяз. Здесь это цветы календулы. Сегодня, кстати, будем доделывать вот этот вот листочек. Потому что у меня вперед были еще не досохшие цветы. Вот сейчас они уже готовы. И буду их приклеивать. Это яблони листья. Это малина. С ней у меня вообще отдельная история. Я ее сушила три раза. Это третий раз уже. Первый раз засушила, пока приклеивала. У меня сломались листья. И второй раз такая же история. Поэтому в этот раз я высушила. И еще более аккуратно все приклеила. Здесь еще у меня есть пустых. файлики. То есть я еще буду его дополнять. Такая вот. Что я знала? Я подписывала. Какие-то я растения не знаю. Поэтому они остались пока не подписаны. Придет лето. Я их через Яндекс найду. Как они называются. Вот это вот мать и мачеха. Это я вообще в принципе не знала, как она выглядит. Вот это вот искал Сережа. Привез. Здесь будет несколько листьев. Вообще я приклеивала по несколько листьев, чтобы было интереснее. Не так, чтобы чисто по одному листочку. Мне захотелось и маленькие, и большие. И просто вот как бы так красоту навести. Чтобы было интересно смотреть. Это калина. Липа. Боярышник. Береза. Березы я еще хочу взять. Сережки. Тоже засушить и приклеить. Это чистотел. Клубника. Крушина. Это вот клен канадский. Вообще красивые листья. Обалденные. Мне прямо они очень нравятся. Это девичий виноград. Так как в основном собирались листья осенью. То есть и уже у многих листьев осенний цвет. То есть виноград покраснел. Петрушка зажелтела. Здесь также вот смородина красная и черная. Это тоже мы осенью собирали. И плюс здесь еще есть свободные места. Сюда я буду приклеивать вот когда они зацветут. Цветочки соберу, засушу. И здесь будут цветочки. Здесь также цветок пиона. Буду засушивать. Листья вот засушила. Сюда цветок пойдет. Также здесь тоже будут цветы. Это клейвер. Клейвер, кстати, еще у меня есть. Приклеим сегодня его. Не выбрасывайте, жалко. Более красивые такие лепестки. Здесь тоже еще будет цветок. Вот от мать-мачки будет тоже цветочек. Здесь у меня это одуванчик. Вот цветы его. Аквилегия. Тоже для цветов место оставила. Здесь буду тоже заполнять чем-нибудь. Так как у щавля-комского у него очень длинный лист. То есть здесь остаются пустые места. Буду заполнять. Самое классное вот это вот астра. Ты тоже мама засушила. Вообще классное. Вот еще сентябрюшки. Здесь высыпались семена. Надо будет убрать. Вот розы. Это лист кеордино. Это верба. Большой лист, да? Обалдеть. И люпин. Тоже буду сушить цветы. Здесь у меня спаржа. Веточка. Вообще обожаю просто гербарий. Говорю, почему-то у меня не хватало времени или желания такого не было оформить его наконец-таки. Потому что мы уже давно собираем гербарий. Вот. Ну вот в этом году у меня наконец-то дошли до него руки. Так вот аккуратненько. Еще спит еще. И сейчас приклеим календулу. Приклеим календулу. Вот еще. Цветы. Вот цветы. Вот цветок. И вот еще два цветочка. Здесь у меня вот это... вот это у меня от сентябрины. Веточка с листьями. Тоже она уже готова. И здесь это... А, вот это мята. Тоже ее приклеим. Это у меня анютины глазки. Так. Где-то еще был василек. Вот василек. Все, он тоже уже готов. Василек вообще был голубого цвета. И в процессе сошки лепестки побелели. Такой вот он теперь у меня. Ну что, будем клеить. Здесь вроде бы больше ничего нет. Там кое-какие листья, но они мне пока не нужны. Итак. Как я вообще приклеиваю? Приклеиваю я на обычный двухсторонний скотч. Ну что, поехали. Для начала располагаем... Так, я пока уберу папку. Располагаем цветы так, чтобы было красиво. Так. Вот этот вот хвостик немножко подрежем. Вот таким вот образом буду сейчас их приклеивать сюда. То есть я расположила, меня устраивает то, как они здесь лежат. Так. Вот примеряем. Приплеиваю кусочек скотча. так, здесь у нас немножко надо кусочек поменьше. Так. Значит, здесь. И вот здесь. Теперь снимаем верхний пленочку. оно не всегда снимается сразу хорошо, еще надо полазиться. Так. И аккуратненько приклеиваем. наш цветочек уже никуда не убежит. Так же поступаю и с этими. вот цветочки я приклеила. Теперь, чтобы вот эти вот ножки у меня не торчали. Так же отрезаю узенькую полосочку. Вот так вот. Делю на пополам. И аккуратно приклеиваю. Так же поступаю и с этой ножкой. Вот. теперь беру папку, где у меня собран весь мой гербарий и вставляю обратно в файл. Так. Сейчас. Вот сюда. Вот. 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 все. Этот листочек готов. 清楚. Вот. Продолжение следует... Вообще, как я сушу свои листья для гербария, цветочки, я беру обычную книжку, которую уже никто не читает, в принципе она и не нужна никому, прокладываю между листами книги листья, беру где-то, пропускаю несколько листов и вот ложу. Допустим, если листья такие толстые, плотные, сочные, то там побольше надо листьев оставлять. И каждый день я проветриваю гербарий, чтобы он у меня, ну как плесень, чтобы не пошла, вот. И они у меня сушатся, высушиваются они у меня довольно-таки быстро, потому что дома всегда тепло, сухо и комфортно. Вот, то есть проблем с сушкой у меня нет. Вот. Ну, кому интересно, допустим, может быть кто-то захочет тоже сделать себе гербарий, с детьми этим интересно очень заниматься. Вот, допустим, мы с ним вместе это все собирали, клеили, ему было интересно. Вот, так же я еще буду его заполнять, куда-нибудь поедем, там насобираю каких-нибудь цветочков, лепесточков, листиков, и буду так же сушить и еще заполнять. Вообще гербарий штука интересная, даже для самого себя. Можешь сесть, посмотреть, посидеть, как альбом. Ну, вот. Ну, и сейчас я буду дальше, достану еще листы и доприклеиваю, потому что у меня уже все, они готовые, высохшие, то есть их надо уже на место устанавливать. Вот, немножко вам показала, рассказала, как оформлять гербарий, как удобно приклеивать, как сушить. Надеюсь, все-таки для кого-то это будет полезно.